Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Здравствуйте. Давно вас не видел, например. Да, да, решила вот влиться в этот процесс. Говорят, соревнования на нас надо подготовиться. Соревнования уже вот здесь. На кончике. А что мы сегодня будем делать? Мы, как обычно, дурью заниматься. Не раскрывайте секрет чемпионов, пожалуйста. Наши сибирские друзья придумали челлендж. Плавание брасов 16 по 50. Точнее, не плавание, а нырки. Пришла на тренировку, и Миша, мой тренер, сказал, что мы сегодня будем это плавать. Я немножечко побаиваюсь. Ну, в общем, посмотрим, будем плавать на время. Какая-то адская просто дисциплина. Ну, челлендж есть челлендж. В общем, мы участвуем, посмотрим, получится ли у меня пропуститься в 16 лет. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Серьезно? А до этого смеялись? В общем, я проплыла. 16 по 25 брасов. Это было интересно. Не могу сказать, что сильно сложно. Мой результат какой-то. 15.09. 15.09. Сравнить не с чем, поэтому не знаю, хорошо ли это у меня. Или могла бы я получше. Наверное, могла бы, да, лучше. Но это все-таки... Нет, это уже синенькое выношение. Синенькое выношение. Ну, после 16-го, конечно, ощущения были... Не знаю, это как они с вами... Примерно 30 секунд ныров, 30-35 и чуть, там, с 35-ти чуть-чуть сокращался интервал. Последний раз 15 секунд интервала. Перед последним. По ощущениям, наверное, первые 5 нырков были очень расслабленные и легкие. После 5-го я стала потихонечку ускоряться. И уже чувствовала, что, чтобы отдышаться, мне приходится использовать активное гипернизирующее дыхание. И где-то уже с середины дистанции, наверное, после 8-го я стала к концу запула чувствовать контракт. Где-то после 8-го. То есть, ну, там буквально последние 2 метра перед тем, как вы на внутрь, я прям чувствовала, что начинается контракт. И последние 3 нырка, конечно же, были самые сложные, потому что я увеличила скорость, постаралась уменьшить отдых. И у меня немножечко затекали очки, поэтому я плыла и видела, как у меня всё плывёт перед глазами. Это было очень странное ощущение, потому что ты не понимаешь, это из-за того, что у тебя гипоксия или у тебя просто перед глазами вода. У меня был такой странный спрятудент, и, ну, сложно, сложно, в правой дистанции. Миша, между прочим, призёры у Чемпионата мира в дистанции 16 по 50, ребят, 50, в Моноласте, третье место в этом году, на Чемпионате мира. Миша знает, и у меня ощущения там по-настоящему могут испытывать. Я 15 минут пропла, 25 отрезков, а Миша плавал за 10 минут. За 10 минут, 20 по 50. Ну, в общем, ребят, хотите острых ощущений, попробуйте хотя бы начать с 8 по 25 раз. Хотя бы научиться плавать брасом, это тоже, знаете, добавляет острых ощущений, новых интересных ощущений в вашу жизнь. И, честно сказать, что я начинаю любить брас. Это звучит странно, потому что ещё год назад я его будто ненавидела. А сейчас мне даже начало нравиться ощущение воды. Кстати, мне показалось, что у меня было много заныров брасом, и я стала корректировать технику, все свои пилилицы. Хотя вроде бы к концу, наверное, она ухищается от такой дистанции. Но мне показалось, что я стала делать шире грибок первый, и это действительно дало... С начала грибка? Да, с начала грибка делала шире, и это действительно прям давало ощущение, что продвижение гораздо идёт на шире. Так вот, наконец-то я это почувствовала через год, ладно, мне кажется. Через 16 по 50 просто надо было. Через 16 по 50 пройти там. По 25. В общем, такая вот была тренировка. Даже немножко заболела голова после всего запула. Но это нормальная реакция организма на гипертокмин, на выключение CO2 в организме. Но я думаю, тренировка прошла успешно. Собственно, посмотрим на других участников челленджа, на их результаты. Будет интересно встретить себя с другими лапсами, когда я работаю. Всем спасибо. Сейчас поплывёт Миша. Да, Миша? Ты тоже? Я тоже в семье. Я тоже в семье. Посмотрим, какой вот рекордсмен. Надеюсь, мы расщ triumphом. Ну а. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»